Всем привет, ребята! И мы только что сходили в садик, узнали, что нужно, что не нужно. Каролина пойдет в новый садик уже со следующей недели во вторник. Так что все отлично. Садик мне, в принципе, понравился. Ну, они здесь все практически одинаковые, но Сержу вам понравился больше, чем который был предыдущий наш. Ну, то есть по внешнему виду, конечно, еще мы не были в группе, ни с кем не знакомились. Вот только заходили в дело производства и все. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Короче говоря, настроение у меня отличное сегодня. И я сейчас собиралась посидеть за компьютером. Потом, может быть, пойдем погуляем. Кстати говоря, я уже который, скажем так, раз Сержу предлагаю поменять двери на шкафу. В общем, короче говоря, у нас шкаф из ячеек, двери состоят. Это икеевский шкаф. Я сейчас вам покажу, и вы поймете. То есть вот, у нас получается две двери, и в каждой двери по четыре ячейки. И мы решили с Сержем, что внизу две ячейки будут у нас матовые-белые, не глянцевые, а именно матовые. Потому что они подходят к потолку. Ну, как-то так гармоничнее было. И две матовые ячейки у нас сверху. И посередине, получается, четыре ячейки у нас идут зеркальные. И я не хочу так теперь. Мне уже надоело. Я думаю, что одну дверь мы полностью сделаем белую матовую, а одну дверь полностью зеркальную. Как-то так, мне кажется, будет лучше. Чертик уже зашел сюда. Он везде за мной по пятам ходит. Я не знаю, почему так. Очень, наверное, меня любит. Даже ночью ко мне под одеяло резет. А так, мне вот эта наша комната-спальня очень нравится. Особенно, когда мы только сюда переехали и с Сержем думали, как мы расставим кровать, какая у нас будет здесь мебель, какой столик вот этот туалетный будет у меня. Зеркало вот это мы покупали в Икеа. Но знаете, в чем проблема этого зеркала? Оно крутое, оно красивое, но отражение оно немножечко искажает. То есть, если издалека на него смотреть, в него, то изображение будет такое, чуть расплывчатое. Мне это не очень нравится, поэтому если на него смотреться, то вот прям впритык вот так вот встать к нему и все. То есть, по-другому никак. А так, зеркало очень классное. Там в Икеа не было нормальных зеркал. Это было самое красивое, оно мне понравилось. К тому же, там есть, видите, полочка внизу, где я иногда обувь храню, иногда сумки. Тоже я его таскаю туда-сюда, обратно, без конца. Здесь в этой комнате относительно других светло, потому что здесь белая мебель у нас. В принципе, это изначально мы все же мы хотели. Кстати говоря, по поводу садика, хотела сказать вам то, что под видео, где я рассказывала про перевод в другой садик, многие неправильно поняли то, что, типа, короче, ты могла бы ради ребенка закрыть влоговый канал, ну, не снимать в садике, и лучше тогда закрыть влоговый канал вовсе. И так вот, многие неправильно поняли, что в старом садике заведующий и воспитателям не понравилось не то, что я в самом садике снимаю, к тому же я на тот момент в самом садике вообще не снимала. Им не понравилось то, что я сижу дома и снимаю видео о том, что я, допустим, Каролине купила канцелярию в садик. Вот. Им вот это не понравилось. То есть им вообще, по сути, существование моего канала не понравилось, хотя оно никаким боком не относится к садику. Поэтому я не собираюсь из-за кого-то закрывать свой влоговый канал. А благополучие ребенка зависит, ну, уж точно не от заведующей. И уж точно не от того, что я сижу здесь, сидя в комнате, и показываю, что я купила в садике. И мне понравилось не то, что я в садике снимаю, к тому же в садике я на тот момент не снимала, это раз, а во-вторых, я снимала там только утренники, и мордашки все я старалась закрывать. И мне понравилось то, что я просто существую, и существует канал, то, что я рассказываю, что вот, Каролина ходит в садик, ля-ля-ля, трополя, тудым-сюдым. Что ты там хочешь делать, а? Ага, он перышки хочет взять. На их игрушках же, как правило, всегда перышки. У меня доска покосилась. Нужно будет ее вообще перевесить. Вот это вот, не знаю, куда это все деть, это у меня еще с прошлого года осталось выбросить, наверное. Потому что сюда никак это не подходит, просто повесила, и все. А это ловец Нов ему понравился. Ну да, мне он тоже нравится. И в новом садике мне, типа, говорят, не снимать же, это же можно, типа, других тем, что ли, нет. Так я и не собиралась изначально снимать в новом садике. И в старом садике я же не говорила о том, что я там блогер и снимаю видео, и, короче говоря, я про ваш садик сейчас как наснимаю здесь. Вы будете знать. Да не было вообще такого изначально. Я вообще не хотела, чтобы они знали, что я блогер. Просто, как мне сказала воспитательница, она говорит, на вас донесли заведующий. То есть, чего там донесли? Ну, то, что вы, говорит, снимаете видео, говорит, у меня, типа, там сыновья, они тоже, говорит, в курсе этого всего. По YouTube, там, всю жизнь на показ, это я, говорит, тоже знаю, типа, эти все фишки. Они сами у меня тоже, говорит, типа, снимают видео, выкладывают там куда-то. Я говорю, да ради бога, говорю, пусть кто хочет, говорю, выкладывает видео. Мне так, говорю, до этого какое дело вообще. А по поводу родителей, как я узнала, что они смотрят. Потому что однажды во влоге я что-то сказала, там, я не помню. И в группу, короче говоря, ответ пришел от одной мамашки. И я думаю, вроде бы там в группе не было никакой переписки. Начинаю смотреть, да, реально. А ответ как будто бы пришел на тот вопрос, который я говорила во влоге. Но тогда я не приняла этого внимания, потому что, ну, думаю, ну, совпадением, блин, мало ли что. Но когда Каролина ко мне пришла и говорит, что вот мне там, типа, сказали, вот ты снимаешь видео, ля-ля-ля, топа-ля. Я сегодня, когда в школу ехала, смотрела твои видео. Мама тоже смотрит видео твои. Каролине так говорили оттуда, я и знаю. А я знаю, что эта мамочка общается с еще кучкой других мамочек, которые, естественно, очень любят посплетничать и очень любят пообсуждать меня в том числе. Они же мне говорили, типа, вот, когда я пыталась заступиться за Каролину, ну, в группе, когда вот был скандал, я же матерью, они мне говорили, типа, не надо в группе это обсуждать, нужно в личку, там, туда-сюда. А потом, когда они сами закусились с этой матерью, я же мамаша, которая вот чуть-чуть больная, сами же, они же закусились и начали, короче, там скандалить в этой группе. Я Каролине здесь яичко жарю, она захотела яйца и почистила нам еще фруктиков. Будем перекусывать фруктиками. А потом я уже буду готовить. Что такое? Почему не такало? На, держи яблочко, киви. Эй, это у тебя краска на лице? Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Наса песня не зависит, Наса дружба не пона, А что ты, 4, 5? Эй, давай танцевать! Эта Каролина решила сама снять видео. И про что это у тебя было видео? По Мали Тапуни, мы на канале. Мы увидимся на новом видео. Мали Тапуни! Всем! Пока-пока! Теперь я тебе что-то купил. Папа тебе что-то купил. Выходи. Что это? Леденец? Какой ты любишь? Да. Разве вышло и не пряталась, а? А зачем пряталась тогда, если ты убежал? Потому что я хотела, то есть... А как я тебя... Ты смотри, ты вот здесь чертик даже он... Видно. У нас? Отлично. Что ты хочешь открыть, Горяш? Я не могу леденец. Открывай. Откручно, откручно. Каролина, когда маленькая была, говорила, окручно. Да. Отлично. Я у Сержа спрашиваю, что хочешь говядину на ужин или креветки? Он говорит, а давай креветки отварим, погрызем. А ковядину так, ужинул, съедим. Ты хочешь креветки сегодня? Нет. Уже наелась? Или леденец? Все, и есть, и все. Тебе креветки не нужны, да? Леденец есть, креветки не нужны. Серж подключил колонку к ноутбуку. Смотрите, как круто теперь можно будет смотреть на ноутбуке. Вообще, на ноутбуке там не очень, да, звук? А через колонку вообще мощняк. А у Сержа еще болят руки после прививки. И он говорит, что он чувствует себя, как мужиком, накачанным синтолом. А Каролина ходит, свой завтрак ест, как печеньки. А у меня на плите креветки. И в духовке наш уже. А, вот и креветки мои готовы. Они прям с пылу, с жару. Смотрите, так вкусно пахнут. Идем скорее, креветки уже готовы, Керри. Тебе Сержа будет чистить. А, вот и наш ужин готов. Это Сержа. Это как ручно. Это мой ужин. Каролина у нас сегодня сидит здесь. А это Каролинин ужин. Что вы? Давай, садись. Там грязно, Керри, выйди оттуда. Включай. Спасибо. Серж хочет снова начать приучать котов к унитазу. Чтобы они ходили вдвоем на унитаз. Нужно будет... Антон сначала ставил лоток на уровень с унитазом. Потом... Или же на сам унитаз уставил. Ну да, вот так поставим у котов, чтобы они его не перевернули. Поним? Может приклеить как-то скотчем? Антон лепил. Не знаю, но спасибо. Угу. И вот эта вот штучка, которая запахи поедает, она не очень теперь хорошо поедает запахи. Не знаю, почему-то работать перестало. Первый раз я сразу заметила. Может быть, привыкла уже. Угу. В общем, я в прошлый раз обожглась, которая... Смотрите, что теперь происходит с моим пальчиком. Вот, кожа сверху начала слазить, а внизу такая вот. Я мажу мазь, чтобы прошло все побыстрее. Но все равно, знаете, так неприятно, потому что рабочая поверхность. А сейчас я собиралась посидеть за компьютером, помонтировать видео и плюс ко всему еще хотела сделать несколько заказов в интернет-магазинах. Уже давно не делала. Я последний раз делала перед Новым годом. И решила оставить это дело. У меня кожа здесь слазит с губ. Вообще ужасно. Так что сейчас буду делать заказы, сидеть за компьютером. Серж с Каролиной уже пойдут отдыхать. А я чуть-чуть попозже. Вот, я надеюсь, вам этот влог понравился и вы поставили ему пальчик вверх. Обязательно смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. А мы с вами увидимся уже завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok